Всем привет, с вами Дмитрий Гриценко и в сегодняшнем видео давайте рассмотрим такое базовое правило в Эншпиле как правило квадрата. С помощью данного правила можно понять проходит ли наша пешка ферзи, либо же ее может задержать король. Итак, как же строить данный квадрат и зачем он вообще нужен? Допустим сейчас пешка находится на поле b3 как на диаграмме и король соперника на поле h3 и нам нужно понять проходит ли эта пешка при ходе белых и при ходе черных соответственно тоже. Чтобы это сделать мы строим такой вот виртуальный квадрат, то есть от поля на котором находится пешка мы проводим диагональ до конца доски, то есть в данном случае диагональ с b3 до g8 и далее по этой диагонали мы достраиваем квадрат, то есть проводим соответственно линии с g8 до g3, потом с g3 до b3, и с b3 до b8 и с b8 соответственно до g8 у нас получается такой вот квадрат, который выделен зеленым цветом и соответственно если при ходе черных король находится в квадрате, либо же может в него войти, то есть в данном случае король пока не в квадрате, но войти в него может, допустим путем король g4, то тогда у нас ничья. Когда у короля есть пешка, то пешка проходит вверзе, то есть в данном случае давайте посмотрим в начале, что будет при ходе белых. При ходе белых пешка проходит, поскольку король сейчас не в квадрате пешки и войти в этот квадрат он не может, ну и далее просто получается, что король ровно на один ход не успевает и пешка проходит. Если же мы вернемся в самое начало и посмотрим ту же позицию, но уже при ходе черных То, как я уже и говорил, будет ничья, поскольку король входит в квадрат пешки путем король g3, либо король g4 Здесь оба хода дают ничью Допустим, король g4, b4, король f5, b5, король e6, b6, король d7, b7 И после король c7 черные просто следующим ходом съедают пешку и получается ничья Также скажу довольно важный момент, который нужно помнить Если пешка находится на втором ряду, то есть на своем начальном месте То нужно строить квадрат не с поля, на котором находится пешка, а с поля, которое находится перед пешкой Поскольку пешка с второго ряда может пойти, соответственно, не на одно поле вперед, а и на два поля вперед тоже То есть, допустим, b2 пешка может пойти не только на b3, но и на b4, конечно Поэтому, если пешка стояла бы на поле b2, то для нее квадрат был бы таким же, как и для пешки, которая находится на поле b3 Ну что ж, мы с вами рассмотрели такой простейший пример Обычного правила квадрата Но давайте рассмотрим более сложные варианты Где правило квадрата позволяет также выиграть Но тем не менее, все-таки нужно применить и определенную фантазию Так вот, в этой позиции ход белых И если просто белые пойдут А4 То, конечно же, очевидно, что король будет в квадрате пешки То есть А4, король Е4 Король черных в квадрате пешки И, соответственно, опять король Д5 И в этой позиции, скорее всего, только черные могут играть на победу Поскольку пешка по вертикали А теряется Ну и в дальнейшем здесь, в общем-то, очевидно, что белые никак не выиграют Хотя, скорее всего, не проиграют тоже Поскольку сейчас можно сыграть, допустим, король Е2, король Е3 Ну и далее идти к пешкам черных И в итоге все пешки будут уничтожены То есть будет ничья То есть далее, возможно, такой вариант, как король Е2 Король С6 Король Е3, король Б5 Король Е4, король А5 Король Е5, король Б5 Король Ф6, король С4 Король Ф7, король Д4 и король Е6 То есть получилась ничья Ну, конечно же, белые хотели выиграть начальные позиции Именно поэтому давайте вернемся в самое-самое начало И в этой позиции, конечно же, нужно сделать другой ход А именно ход Д5 Идея хода в том, что теперь перекрывается Самый короткий путь короля к пешке То есть перекрывается диагонали Получается, что пешка Д5, которая будет у черных Она мешает черным Понятное дело, что ЕД, конечно же, играть черные обязаны Иначе белые сыграют Д6 И просто пешка Д пройдет ферзи То есть, поэтому после ЕД и А4 Выясняется, что просто король не успевает за пешкой То есть, допустим, возможен такой вариант, как король Е4, А5 И поскольку у черных нет хода король Д5 То король не может встать в квадрат пешки И, соответственно, белая пешка проходит ферзи И белые побеждают Тем не менее, в этом варианте есть также, скажем так, ответвление Которое мы обязаны рассмотреть Это в данной позиции не ход король Е4, а ход Д4 То есть идея данного хода состоит в том, что черные тоже ведут свою проходную пешку И хотят, соответственно, провести свою ферзи И далее мы обязаны играть А5 Поскольку если не сыграть А5 Тогда черные походят король на поле Е4 И войдут в квадрат нашей пешки Так вот, А5 Теперь король Е4 Ходить черным нет смысла Поскольку все равно черный король не в квадрате пешки И после король Е4 Белые просто сыграют А6 Потом А7 и 8 ферзи И, естественно, что белые выиграют Поэтому, конечно же, черные могут пойти Д3 И теперь идея у черных сыграть Д2 То есть, если мы ошибочно походим, соответственно, А6 Тогда после Д2 выигрывают уже черные Поскольку будет угрожать Д1 ферзи Еще и с матом И, соответственно, черные побеждают Но здесь, в этой позиции, конечно же, белым нужно сделать простой и сильный ход король Е1 Теперь хода Д2 у черных по сути нет Ну и далее на король Е1 мы можем даже не играть король Д1 А пойти просто А6 Но если Д2 шаг, тогда король Д1 И, естественно, что в этой позиции белые все-таки выигрывают То есть, черный король не успевает за нашей пешкой И, соответственно, черные пешки тоже никуда не проходят Поскольку белый король контролирует все важные поля Теперь давайте рассмотрим еще один пример Где также правило квадрата является очень важным Но, тем не менее, здесь, в этой позиции Также за счет принципа Цукцванга Белые могут победить Итак, здесь при ходе черных Очевидно, что у черных нет полезных ходов Поскольку король сейчас в квадрате пешки А6 Но оставаться в нем он не может при своем ходе И, соответственно, здесь при любом ходе черного короля Король выходит из квадрата пешки Поскольку пешка Ц7 мешает ему пойти на поле Ц7 Чтобы оставаться в квадрате А пешка А5 тоже контролирует поле Б6 И не дает королю подойти к нашей пешке И, соответственно, здесь король черных не имеет полезных ходов Но и пешки тоже особо никуда ходить не могут пока Именно поэтому здесь нужно просто передать очередь хода То есть, сыграть король Х3 Ну и теперь выясняется, что из-за Цукцванга Черные просто проигрывают То есть, в данном случае, если король уходит сразу куда-нибудь Ну, допустим, на поле Д6 То есть, мы играем А7 и следующим ходом просто А8 Если же черные сыграли бы, допустим, Ж4 То понятно, что мы просто забираем пешку Наш 3 тоже забираем И получается, что снова у черных нет полезных ходов Приходится уходить куда-нибудь королем Ну и далее после А7 пешка проходит в ферзи Именно поэтому иногда бывает такое Что в Эншпиле совмещаются разные правила То есть, в данном случае и правила квадрата И Цукцванг здесь работали, скажем так, на белых И с помощью данных двух принципов Белые смогли победить Ну и давайте посмотрим последний пример на правила квадрата на сегодня Итак, в этой позиции ход белых Естественно, что у них тоже есть проходная пешка Это пешка по вертикали А Но понятное дело, что напрямую играть А5 мы не можем Поскольку там белые проиграют То есть А5 король Д5 А6 король С6 А7 король Б7 Далее черный король съедает пешку И за счет того, что у черных осталось много лишних пешек Они легко выигрывают Именно поэтому в данном случае Белым нужно каким-то образом преградить дорогу черному королю К полю А8 Ну и в частности даже к полю Б7 Именно поэтому здесь нужно сыграть либо С6, либо Д6 Причем только один из этих ходов Дает победу А второй, конечно же, проигрывает И правильный ход Это ход Д6 Давайте вначале рассмотрим Почему же ход С6 здесь неправильный Все дело в том, что после хода С6 Конечно же черный не обязан играть ДС Как раз таки ход ДС будет для черных плохим Из-за ответа А5 И пешка по вертикали А проходит в ферзи А черный играет Д6 И выясняется, что здесь, если просто мы далее ведем пешку в ферзи То черный забирает подряд все наши пешки Ну и соответственно здесь черные как раз таки и выигрывают Именно поэтому в данной ситуации Вместо хода С6 нам нужно сыграть Д6 Ну и теперь в любом случае черные проигрывают В любом случае, потому что как бы они не сыграли Здесь белая пешка проходит в ферзи То есть в данной позиции, если черные играют С6 То просто А5 Там сразу же белые выигрывают Поэтому сильнее сыграть конечно же СД Ну и после СД тоже белые выигрывают После точного хода С6 Теперь конечно же у черных нет уже хода Д6 Который был у них раньше Играть ДС они тоже обязаны Поскольку иначе уже пешка С пройдет в ферзи То есть на любой другой ход Кроме хода ДС мы сыграем просто С7 И далее С8 ферзь Именно поэтому ДС Ну и далее после А5 Король Д5 и А6 Снова черная пешка мешает черным Стать на поле С6 И соответственно задержать нашу пешку Именно поэтому в дальнейшем пешка проходит в ферзи То есть допустим король на поле С5 идет у черных Мы играем А7 Король на поле Б6 и А8 ферзь Ну и далее конечно же с ферзем белый легко выигрывает Ну что ж на этом на сегодня все Надеюсь что вы поняли это базовое правило И узнали его Если допустим ранее не знали Всем спасибо за внимание И до скорых встреч в новых видео